Музыка Более тысячи единиц самоходной техники было переправлено из Китая в Россию по международному мосту через Амур. Общий объем экспорта составил 350 миллионов юаней. Такие показатели за пять месяцев работы транспортной переправы опубликовало китайское агентство «Бьянг». Напомним, автодорожный переход соединяет Благовещенск и Хэйхэ. Его открыли 10 июня этого года. Решение о вывозе китайской строительной техники своим ходом было принято таможней Хэйхэ 4 августа. По мосту поступают китайские автомобили-цистерны, подъемные краны, погрузочные машины, автобусы и легковые автомобили. На Амурских полигонах Восточного военного округа проходит подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов «Конкурс». Мобилизованные амурчане вспоминают практику обращения с данным видом оружия и выполняют необходимые нормативы. Стрельба по мишеням ведется с дистанции в 2000 метров. В данный момент у нас МТЛБ в роль мишени. Попадаем все равно вне зависимости от расстояния. Ракета 9М113 «Конкурс». То есть это противотанковая радиоуправляемая ракета. Дальность полета у этой ракеты получается до 3 километров. Готовность Благовещенского ГСТК к работе в зимний период проверил мэр областного центра. Определено, что чистить улицы от снега будут 20 единиц техники в смену. В перечень входят грейдеры, погрузчики, подметаллоуборочные машины. На ГСТК уже запасено 280 тонн технической соли для борьбы с гололедом. Также подготовлено 6000 тонн отсева. Проблемой, по словам мэра, остается ситуация с кадрами. На данный момент на предприятии имеются 6 вакансий механизаторов. В Преамуре продолжается традиционная профилактическая операция «Внимание! Печка». Сотрудники МЧС проверяют состояние печного оборудования частных подворий. Особое внимание уделяется домам, где проживают одинокие пенсионеры, многодетные и неблагополучные семьи. По данным регионального управления МЧС, в текущем году в Преамуре зарегистрировано более 200 пожаров в частных домах, произошедших из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печей. Проводится обследование жилых домов. Особое внимание уделяется домам с более низкой пожароустойчивостью. Проводится обследование и уделяется внимание осмотр отопительных печей, а также электрического оборудования. Проводится профилактическая работа с гражданами и раздаются памятки. С 1 сентября 2023 года все обитающие в Преамуре домашние северные олени подлежат обязательной маркировке. Соответствующие изменения в закон об оленеводстве приняли депутаты регионального законодательного собрания. По информации Амурского ветуправления, маркировка необходима для профилактики особо опасных заболеваний. На сегодняшний день промаркировано уже около 45% всех амурских оленей. В штат регионального управления МЧС приняты два четвероногих стажера. Щенки лабрадора прибыли в Благовещенск из Ногинского спасательного центра. Они заменят своих старших предшественников, которые уже оставили службу и ушли на пенсию. В будущем Джем и Дарина станут спасателями и будут использоваться для поиска потерявшихся людей. Пока же они под руководством наставников только приступили к изучению азов своей профессии. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ. Редактор субтитров А.Семкин